Дарья Миронова Казанский университет будет ориентироваться на абсолютно новую систему повышения конкурентной способности. К такому решению пришел ректорат Казанского федерального университета. С подробностями и итогом заседания вас познакомит Аделя Шамилова. Уже в ближайшее время Казанский федеральный университет ждут большие изменения. Перемены связаны с уточнениями, которые на минувшей неделе Министерство образования и науки России внесло в федеральную систему поддержки программ повышения конкурентоспособности вузов на мировой арене. А это значит, что главным вектором новой программы станет представление вузов как центров создания инноваций. Учитывая значимость КФУ в Татарстане, старейший вуз России будет иметь не менее четырех новейших центров в виде техно- и инжиниринговых парков, а также бизнес-инкубаторов. Планируется, что новейшие университетские центры ответят глобальным трендам в экономике, науке, медицине и многому другому. В начале задача стояла до 2020 года. Сейчас расширен горизонт, будет 2025 год. С одной стороны, не поставлена еще одна задача. Помимо ведущих российских университетов, создать в субъектах Российской Федерации не менее 55-18 году, а к 2025 году 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Главным отличием новой системы станет переориентировка рейтингов с глобальных на предметные. Таким образом, показателем результатов программ повышения конкурентоспособности будет вхождение в топ-100 или в топ-300 лучших вузов мира. Отметим, что Казанский университет имеет хорошую площадку для старта. По направлению лингвистика он уже входит в топ-200 по версии соответствующего рейтинга КОЭС. По остальным направлениям, в частности по естественным наукам, КФУ еще предстоит большая работа. Это говорит о том, что побольше молодежи должны быть. Вот людей, которые с амбициями, а у вас молодых достаточно много, значит, хорошая, воспитательная работа, продвижение идет. Но дальше они остаются или нет, надо им позиции находить. Они должны оставаться в университете. Теперь Казанскому университету предстоит разработать новую дорожную карту в рамках программы стратегического развития. Представят ее уже в феврале следующего года. Работа предстоит серьезная, предупредил ректор КФУ. Адель Шамилова, Ленартов Литяров, Руслан Урозаев, Универньюз. Еженедельная встреча известных медийных персон со студентами Высшей школы журналистики и медиа-коммуникаций уже успела стать доброй традицией. На этот раз эксперты поделились лайфхаками по пиару. Интересно? Тогда смотрим. Еженедельная встреча известных медийных персон со студентами Высшей школы журналистики и медиа-коммуникаций уже стала доброй традицией. На этот раз со студентами неравнодушными к теме пиара и рекламой поделился опытом Руслан Шагобеддинов, руководитель регионального пиар-агентства «Мы и они». На примере своего опыта эксперт рассказал всю правду о работе пиар-специалиста в России, подсказал будущим пиарщикам, как правильно взаимодействовать со СМИ и, наконец, дал советы, как стать успешным пиар-специалистом. Если есть возможность, пока вы учитесь в студенческие годы, поработайте на ТВ, поснимайте сюжеты, посмотрите, как работают, формируются телевизионные новости. На своем опыте могу рекомендовать и сказать, что это 100%, что нужно много читать. Обязательно научитесь фотографировать и выбирать фотографии. Обязательно учите языки и имейте в запасе не менее ток языков. Открытую лекцию также провела Гулюса Закирова, главный редактор журнала «Гаэле Хэмэкте». Она рассказала о специфике работы татароязычного издания. Отметим, что мастер-классы в Высшей школе журналистики и медиа-коммуникации открыты для всех желающих. Анастасия Иванова, Юлия Павлова, Ленардо Валетяров, Универ Ньюс. Представители провинции Сычуань посетили Казанский федеральный, чтобы открыть новую образовательную программу. Каковы ее цели? Расскажем далее. 15 ноября на базе Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ состоялась церемония открытия новой образовательной программы «Актуальные вопросы развития сотрудничества между Татарстаном и провинцией Сычуань». Данная программа позволит повысить квалификацию государственных служащих в сфере внешних связей. В ходе своего визита гости успели не только узнать о великой истории Альма-Мадр, но и обсудить будущие перспективы совместных работ. Не оставили без внимания возможности реализации студенческих и преподавательских обменов. Представители страны Поднебесной абсолютно уверены, что у Казанского федерального и Сычуанского университета есть много точек соприкосновения. И с этим не поспоришь, ведь от комплексной программы сотрудничества с данным китайским вузом можно ожидать только самые положительные результаты. То есть ребята китайцы, обучившиеся здесь, они вернутся в Китай и будут друзьями России. Ваши студенты. То есть студенты наши, когда они приезжают, они с восторгом возвращаются, они становятся проводниками, дипломатами, которые работают за Китаем. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике веб-ньюс. Четверо татарстанских студентов принимают участие в финале российской национальной премии «Студент года-2016» и общероссийской форме «Россия студенческая». В Казани состоялась торжественная церемония вручения наград победителям Всероссийского открытого журналистского конкурса «Моноголикая Россия». Обладателем гран-при стал радиожурнал татарстанского филиала ВГТРК «Между Волгой и Уралом». В Казани прошел галоконцерт победителей четвертого ежегодного фестиваля творчества работающей молодежи «Без нензаман. Наше время». Национальный парк «Нижняя Кама» объявил региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Елочка-сувенир в подарок», который проходит в рамках Всероссийской природоохранной акции «Ель-2016». Отношения КФУ и Индии выйдут за пределы медицинского образования. Ректор КФУ Шат Гафуров на встречу с послом Индии в России предложил сотрудничество в области инженерии, нефтехимических и информационных технологий. Дни татарской литературы и искусства проходят в Свердловской области. Звучат авторские стихи на русском и татарском языках, песни в исполнении ансамбля татарской и башкирской культуры «Курай». Мост между поколениями соединил всех, кто учится, учился и будет учиться в КФУ. Первую встречу открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Волейболистки Казанского «Динамо» приняли участие в популярном флешмобе «Манекен Челлендж». Суть флешмоба в следующем. Герои видеоролика замирают посреди какого-либо действия, как будто кто-то нажал на паузу. В это время человек с камерой снимает сцену со всех сторон. Жители Казани могут принять участие в конкурсе на самое оригинальное селфи, которое приурочено к 110-летию Татарского государственного академического театра имени Галяскара Камала. Что такое корпоративные СМИ? Какова их специфика? На базе Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации прошел научно-практический семинар, где разные представители корпоративных СМИ говорили о концепциях своих изданий. Подробности смотрите далее. Научно-практический семинар В газете «Деральфенун» мы открыли новую страничку, сейчас у нас интернет, и ежедневно вывешиваем по 2-3 новости. То есть там и с архивом можно познакомиться. Пишем о студенческой жизни, о профессорском и преподавательском составе, о жизненных университетах в целом, о научных каких-то открытиях и пропагандируем татарский язык, татарские традиции. В рамках семинара выступили преподаватели Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации КФУ, эксперты по массовым коммуникациям и журналисты практики. Рассмотрели особенности развития и функционирования корпоративных СМИ. О концепциях изданий рассказали представители журналов «Мегариф», «Хойлех» и «Мектеп». Также руководитель телестудии «Татнефть» Альбина Тухватова поделилась опытом на примере деятельности печатных и электронных СМИ компании. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, «Универньюз». 15 ноября в IT-лице ЭКФУ состоялось открытие фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с участием заместителем министра обороны Российской Федерации Николая Панкова. Подробности далее. ГТО – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровления нации. Так в IT-лице ЭКФУ прошла церемония открытия фестиваля Всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которое включало в себя выступления творческих коллективов и на пустые высоких гостей, в числе которых были замминистра обороны России Николай Панков, помощник президента республики Татарстан Равиль Муратов и другие. В этом году фестиваль проводил среди юноармейских отрядов и включал в себя множество испытаний, проводимых под надзором судейской коллегии. Решение Владимира Владимировича Путина, нашего президента, возобновить, реанимировать подзабытый наш спортивный комплекс. Я думаю, что он выполняет свою функцию. Это целая система физкультурно-спортивного воспитания молодежи, прежде всего, но и всего населения, потому что 11 ступеней задействованы все. Вот с 1 января 2017 года будут все, приступят к выполнению все население нашей страны. Поэтому я считаю, что это правильное решение руководства нашей страны. Юные любители спорта продемонстрировали свои умения в таких дисциплинах, как отжимания, подтягивания, прыжки в длину и наклоны. Участники соревнований подтвердили свою готовность к труду и обороне. На данный момент уровень подготовки достаточно приемлем. Ребятки занимаются спортом, это видно. Видно, что кадеты, видно, что любят спорт. Поэтому я думаю, что борьба будет очень интересная, насыщенная. Ну и с победителями будем, наверное, выяснять их долго. Потому что многие уже выполняют нормативы более чем на золотой знак отличия. Поэтому мы уже будем смотреть их результаты. Дмитрий Извинский, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все. Берь в себя, у тебя все получится. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!